Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня великий праздник Успения Божьей Матери. Обратите все внимание на образ Божьей Матери Успения. И вы увидите на одре лежащую Матерь Божию. Рядом с ней стоит ее Сын. И держит в руках младенца. Этот младенец – это душа Божьей Матери. И вот в этом вся суть праздника. А суть в том, что это не только расставание, расставание, потому что она умерла, уснула, но душа ее воссоединилась с Сыном ее. И поэтому это день, когда мы говорим о воссоединении Матери и Сына. И это очень трогательно, потому что сегодня мы совершали молебен перед началом учебного года. И Евангелие, которое читалось, вы слышали оно о том, как дети приходили к нашему Спасителю, а взрослые их отгоняли. И тогда Спаситель остановил взрослых апостолов и сказал, «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, потому что таковых есть Царство Божие». И мы видим, как трогательно Господь держит младенчика в руках и как Он благословляет детей, приходящих к Нему. Что прежде всего характерно для детей? Для детей прежде всего характерно доверие своим родителям. А если они доверяют своим родителям, значит, детям всегда легко доверять Богу, потому что у них есть опыт, опыт доверять. Дальше человек становится отроком, переживает кризис переходного возраста, и все достаточно сложно. Потом безвозвратно взрослеет. И вот это взросление часто бывает трагедией для человека. Кажется, человек повзрослел и хорошо, но когда человек взрослеет, он должен вбирать в себя предшествующие возрасты. Он должен внутри сохранять и младенчество, он должен сохранять и отрочество. А пожилой человек, он должен сохранять внутри себя и юношу, и зрелого человека, но сохранять лучшее из этих возрастов. И получается, что в жизни одного человека, в личности одного человека много жизней, потому что младенчество не похоже на отрочество, отрочество на юность, юность на молодость, молодость на зрелость. Если проанализировать жизнь одного человека в этих возрастах, то мы обнаружим, что это были совершенно разные люди. Иногда человеку кажется, что если я заканчиваю школу, то этого достаточно для того, чтобы быть умным на всю последующую жизнь. Или если, более того, человек молодой заканчивает университет, ему кажется, этого уже достаточно, чтобы считать себя мудрецом. Этого всего недостаточно, потому что у возраста есть свои вызовы для человеческой личности. Иначе не было бы кризисов в жизни человека. Кризисы — это когда человеку недостаточно ни опыта, ни знаний для того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью дальше. А этих кризисов достаточно. Они уже начинаются с трехлетнего возраста. И в шесть лет кризис, и подростковый кризис, и кризис молодого человека, и зрелого человека, среднего возраста, даже пенсионного возраста, человек переживает кризис. Кризис — это неспособность двигаться дальше. Человек к этому моменту, к моменту кризиса, исчерпал себя. Все, пустота, вакуум. Даже у пенсионера бывает вакуум. Потому что пенсионеру кажется, что он уже заслуженный человек, этого достаточно. Но тут начинают приходить призраки из прошлого. И начинают ставить очень важные вопросы. А как дальше? Что дальше? И человек порой пожилой просыпается в холодном поту ночью и не знает покоя его душа, мучается, терзается. А всего лишь достаточно было бы человеку покаяться в грехах своих, выбросить балласт тонущего корабля. И вот мы часто идем с балластом по жизни. И нам тяжело. А ведь нужно выбросить балласт и заполнить чем-то другим, чем-то более совершенным. А мы идем по жизни с грехами или довольствуемся каким-то очень примитивным опытом жизни. Человек — трехсоставное существо. Тело, душа и дух. Вначале, в каком-то смысле, это телесная жизнь. Потом душевная. Это у молодых людей. И духовная должна обязательно быть у пожилого человека. Вы, наверное, знаете, с чем можно сравнить? Вот мне пришло такое сравнение. Вот есть свадьба серебряная свадьба. А есть золотая свадьба. А есть бриллиантовая свадьба. А скажите, перед серебряной какая была свадьба? Наверное, железная, та, которая первая. Но вот что характерно? Железо имеет свойство окисляться, оно ржавеет. А вот у серебра нет окиси. Но оно темнеет. Золото совершение серебра. Ну что говорить о бриллиантах? Это еще более совершенная вещь. Только обратите внимание, что свадьбы, они должны переходить в более совершенное качество. Это значит, что спустя 25 лет отношения между супругами должны быть более совершенными. Ну а что говорить, через 50 лет это должны быть золотые отношения. уже не говоря о бриллиантовой свадьбе, если кто-то доживает до этого счастливого момента. Это действительно бриллиант, это чистота. А поначалу все так ржавеет, покрывается такой, знаете, чернотой. Несовершенство пока это все. Так должно быть. А у нас бывает как наоборот. Часто поначалу эйфория, медовый месяц, ну и дальше все кажется в розовом свете. Потом начинается жизнь, реальная жизнь, когда нужно действительно сопрягаться, то есть быть супругами, нести вместе один крест. Вот тут начинаются сложности. И знаете, многие-то не доходят до этого состояния серебряной свадьбы или золотой, не потому, что кто-то умер, а потому, что кто-то кого-то похоронил для себя лично, для своей жизни. Часто жена говорит, ты для меня умер, ты для меня не существуешь. Вы представляете, с чем дальше идет этот человек в жизни? С поражением, с проигрышем. Он не знает, что такое серебро, он не знает, что такое золото человеческих отношений, тем более ему неизвестны такие понятия, как бриллиантовые чистые отношения. Можно сказать, то же самое и про возраст. Это у нас принято в миру, говорит, ну вы знаете, ну что с него взять, он старый человек, у него маразм. А на самом деле всегда старый человек это был прежде всего символ мудрости. Именно к пожилому человеку шли за советом. У нас самый трудоспособный возраст среди духовенства это старые больные священники. Их ровесники, миряне, они на пенсии смотрят сериалы и сплетничают на лавочках. А вот старые священники как раз самые востребованные. Почему? А потому что у них накапливается мудрость. Настоящая мудрость. А мирского человека разбивает маразм. Почему? А потому что он не ту мудрость накапливал. Иногда человек думает, что синоним мудрости это накопление профессионализма. Этого недостаточно. Профессионализм не делает человека мудрым. Он просто делает его хорошим специалистом или знатоком. самая главная на что обратила внимание и очень это приятно новая министра образования России Васильева на то, что самое важное в образовании это человек. Это воспитанный добрый человек. Гражданин и человек. Воспитать. Вот что самое главное. Раньше школьников так и называли. Как их называли в школах? Воспитанники. А потом уже школьники. Слово ничего не говорящие для нас. Ну, школьник, да и школьник. У нас скорее от слова школьник производится другое слово. Схоластика. Схоли. Школа. А схоластика это что-то мертвое, неживое. А воспитанник? Ну, это как воспитанник в семье. И, конечно же, нам всем нужно на это обращать внимание. На воспитание. А часто родители ленятся воспитывать своих детей и так вот, что называется, отдают на кого-то воспитание своих детей. А почему? А потому, что у них нечего дать своим детям. Видимо, так. И воспитание это вообще кровавый подвиг. Это нужно кровь проливать, чтобы воспитать человека. это нужно найти ключик. Иногда некоторые находят этот ключик, но потом его теряют. И все. И дверь закрыта молодого человека изнутри. если взрослый человек совершил путь, побеждая все кризисы в своей жизни, у него не будет невоспитанных детей. Почему? Потому, что он знает, как врачевать душу молодого человека в любом возрасте. Потому, что он все это прошел и прошел, побеждая все это. Это действительно золотой и бриллиантовый учитель, если сравнивать со свадьбой. Воспитатель. Нам нужно об этом думать. Матерь Божия, она слагала слова, которые слышала от сына своего в сердце своем. Это значит, что самое драгоценное в жизни человек накапливает не в голове, а в сердце. Потому, что в голове, если накопить, ну, знаете, может случиться маразм. А если он случится, то что это значит? Человек все забудет. Потому, что маразм это поражение прежде всего мозга. А если в сердце это? Никогда маразм не разобьет человека. Почему? Потому, что маразм оказывается это жизни человека с пустым сердцем. И при этом у человека мог быть очень богатый разум знаниями сердца. Вот, что нужно нам наполнять самим. И если мы будем свое сердце наполнять, то, конечно же, мы будем знать, как это сделать по отношению к своим детям. Нельзя братья и сестры своих детей учить за счет их воспитания. Бывает, заканчивает молодой человек два вуза, и я как пастр вам об этом говорю, и он теряется в этой жизни. Он становится на какой-то неправильный, порочный, греховный путь. То есть образование само по себе даже высшее, как некоторые говорят о высшем образовании, вышка. Действительно бывает просто это вышка. Трагедия. А воспитать душу вот что самое главное. потому что мы можем не стать кем-то, но если мы не станем человеком, в этом будет вся трагедия нашей жизни. Это, братья и сестры, очень важное наблюдение. Поэтому посмотрите на всех тех людей, талантливых людей, которые достигли в жизни высот, стали гениями в жизни. И как они одиноки были в своей жизни. Потому что они не умели жить, они не умели общаться в семье, они не умели общаться с людьми, они были просто захвачены авантюрой своего таланта. Они писали книжки, или может быть конструировали какие-то моторы, не знаю, разные, или певцы, как правило у них несчастные семьи. У всех гения все плохо, в основном, потому что они посвятили свою жизнь второскепенным вещам, а первое это самое главное стать человеком. Никогда мы не воспитаем детей, если мы себя не будем воспитывать. Нужно постоянно работать над собой, исповедоваться, молиться Богу, паститься нужно. Сегодня как было сказано в Евангелии, которое читалось, сей род изгоняется только постом и молитвой, то есть лукавый, бес, который мучит человек, он изгоняется только постом и молитвой. А сколько нас мучит всякая нечисть? Потому что и завидуем, и раздражаемся, и обижаемся, и унываем, и отчаиваемся, и осуждаем, чего только нет. А что это такое? Это бесовщина. И мы не можем противостоять, и почему? Потому что мы не можем молиться, мы не можем поститься. И вот эта злая сила паразитирует на нашем разуме, и в конечном счете делает нас маразматиками. Поэтому, братья и сестры, сегодняшний великий праздник, он заключается прежде всего в том, что произошла величайшая встреча. И эта встреча произошла через победу над смертью. Поэтому сегодняшний праздник на Руси еще назывался летней Пасхой. Потому что успение Божьей Матери это не только успение, это ее воскресение и ее вознесение на небо. На третий день, после того, как Матерь Божия почила, апостола Фомы не было, все были апостолы, все пришли попрощаться с Божьей Матерью, а он не пришел по промыслу Божию. И когда открыли гроб, это была пещера, закрыта камнем, открыли пещеру, он вошел и не увидел тело Божьей Матери, потому что она воскресла и вознеслась к Сыну Своему. Вот о чем мы можем говорить. Мы можем говорить о том, что наша вера, это не только вера для сильных людей, потому что иногда говорят, а вот вы знаете, вот есть веры, которые для сильных людей, и там люди, вот ислам или язычество, но именно достоинство нашей веры, братья и сестры, еще в том, что мы видим всякого слабого человека и делаем его сильным. Это не только для элиты вера, это для всех, это для нас, пара олимпийцев, которых мир отвергает, а Бог церковь подбирает. потому что мы приходим, как правило, в церковь уже часто искалеченными душой и телом. Бог говорит, что придите ко мне все труждающиеся обремененные, я вас успокою. У Бога для всех есть милость, у Бога для всех есть место в его сердце, в его жизни. Это значит, что если мы можем подобрать каждого слабого человека, немощного человека, то это значит, что у нас есть, что предложить этому человеку. Это значит, что у нас есть средства помощи, у нас есть лекарства для души человека. Мы можем помочь любому человеку, и кто плохо учится, и кто плохо работает, кто ленится, или кто плохой муж и жена, или отец, или мать, или дочь, или сын. Все могут получить помощь от Бога, потому что побеждено Но самое страшное – смерть. И поэтому для нас, братья и сестры, смерть – это очень такая, вы знаете, удивительная вещь. Вот об этом я скажу, это самое последнее. Почему смерть для нас – это какое-то удивительное средство? Потому что я только что вам перечислил золотую, серебряную, бриллиантовую свадьбу. Это что? Это было умирание. То есть тот человек, те люди, которые вступили в брак, через 25 лет они должны умереть для того, кем они были 25 лет тому назад. И стать лучше, как отличается серебро от железа. Нет окиси, не должно быть вот этой кислоты в отношениях. Вся ржавчина должна быть стертая. Должны умереть вот те самолюбивые люди и родиться смиренные, добрые. А потом даже вот эти совершенные должны еще стать более совершенными. А те, которые аж туда, те еще должны стать более совершенными. Значит, те несовершенные в них должны умереть. И так с каждым возрастом. Что-то должно умирать, а что-то должно рождаться. Но если в нас не умирает что-то и не рождается что-то, это называется онкология. Потому что онкологические клетки не умирают. Онкологические клетки – это убийцы. Они не знают смерти. Они стремятся только разрушить живой организм. Почему и называется онкология в нашем русском языке, в таком простонародном рак. Потому что рак ест, съедает. И вот мы должны понимать, что должно всегда плохое умирать. А когда мы приходим на исповедь, это тоже опыт смерти в нашей жизни. Потому что мы умираем для плохого, но хотим родиться для хорошего. Когда мать смотрит на своего сына-алкоголика, и она говорит, я смотрю на него, понимая, я его родила. Это мое дитя. Но я смотрю ему в глаза, и я вижу пустоту. Я вижу, что это не сын мой. Это уже нечто. Это какая-то сущность. Я не могу вступить с ним в диалог. Какая-то пропасть между нами. И она говорит, я так хотела бы, чтобы этот человек умер и родился другой. Вот тот, кого я знала. И если мы не будем умирать, мы никогда не родимся, мы никогда не обновимся. Поэтому и есть праздник преображения в нас. Потому что преображение – это когда мы преображаемся. То-то умерло, что-то такое некрасивое, и вот то красивое и светоносное появилось. Поэтому мы так легко играемся со смертью, православные люди. Мы не боимся смерти. Потому что смерть – это всего лишь средство. Средство к тому, чтобы родиться и уже никогда не умирать для Царства Божия. И поэтому и мы так должны воспитывать своих детей. Бесстрашно, не бояться. Но только так может делать верующий человек. А у неверующего человека нет системы координат. Он запутается. Вызовы времени могут сбить его с толку и с пути. А верующего человека никогда. Потому что у него вечная система ценностей. И она была и две тысячи лет назад такой. И сейчас она ничем не отличается. И две тысячи лет тому назад собирались в церкви, и читали Евангелие. И учились на этом Евангелии. И сейчас. И поэтому наша церковь не умирает. Поэтому она имеет самый мощный иммунитет. Две тысячи лет – это огромный возраст. У нас накопилась мудрость. Мы знаем, как жить. Но мы не всегда пользуемся этой мудростью. А иногда пользуемся какими-то пустыми вещами. Дай Бог, братья и сестры, чтобы в этот прекрасный праздник победы жизни над смертью, в эту летнюю Пасху, мы действительно почувствовали новую жизнь внутри себя. Чтобы через тот путь, который мы шли поста, мы побеждали все недостатки свои. Чтобы восторжествовала только лучшее, только прекрасное, настоящая любовь. Храни все Господь, братья и сестры. Продолжение следует...